Всем привет! Вы на канале Мазы с нитем. В прошлом видео уроке мы связали вот такой нежный и красивый снуд. И сегодня очень легко и быстро свяжем вот такую простую шапочку, чтобы получился комплект. А также расскажем, как всего за несколько минут сделать более утепленный вариант шапки с отворотом и бубоном. Для вязания нам понадобится один моток пряжи с готовыми петлями Ализе Пуфи Фур. Снимаем этикетку и отматываем небольшой край нити. Аккуратно разровняем все петельки. Берем в руки край нити и вторую петельку продеваем в первую. Затем третью продеваем в оставшуюся петлю. Таким образом вяжем косичку, длина которой составляет объем вашей головы. Старайтесь, чтобы во время вязания косичка не перекрутилась. На объем головы 53-54 см я провязала 26 петель. Связали косичку необходимой длины и теперь нам нужно сомкнуть ее в круг. Для этого последнюю петельку продеваем в первую. Старайтесь, чтобы косичка не перекрутилась. На данном этапе примерим косичку на голову. Если кольцо мало или велико, можно разомкнуть его и довязать или распустить петли. Учитывайте, что для шапки с отворотом кольцо должно более свободно надеваться на голову. Теперь вяжем первый ряд, перекидываем рабочую нить и каждую петлю с рабочей нити будем провязывать в каждое отверстие косички. Первая петля соединения у нас уже есть. С помощью пальцев отыскиваем второе отверстие в косичке и продеваем в нее петлю с рабочей нити. Аналогично продеваем в петлю с рабочей нити. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что могут незаметно потеряться. Довязали второй ряд. Пересчитайте все петли. Их количество в каждом ряду должно быть одинаковым. Проверьте, нет ли упущенных петель. Аналогично второму вяжем третий и четвертый ряд. Провязали 4 ряда петель и теперь, если вы вяжете шапку с отворотом, вам нужно провязать еще два или три ряда, в зависимости от того, какой высоты отворот вы хотите. В пятом ряду для маленькой шапочки и в седьмом-восьмом ряду для шапки с отворотом приступаем к убавке петель. Каждую первую, вторую и третью петли провязываем как обычно, а четвертую и пятую складываем вместе и провязываем одной петлей с рабочей нитью. Такую убавку через каждые три петли повторяем до конца пятого ряда. Продолжение следует. Закончили пятый ряд с убавками. В шестом ряду для более закругленной макушки убавки делаем через одну петлю. Первую петлю провязываем как обычно, вторую и третью складываем вместе и провязываем одной петлей с рабочей нити. Так повторяем до конца шестого ряда. Провязали два ряда с убавками и в следующем ряду убавление будем делать таким образом. Каждые две петли складываем вместе и провязываем одной петлей с рабочей нити. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Закончили третий ряд с убавками. Разравниваем все петельки, чтобы они лучше просматривались. Теперь нам нужно собрать вместе оставшиеся петли. Для этого разрезаем по центру последнюю петельку на рабочей нити и обрезаем рабочую нить. Оставшийся хвостик рабочей нити поочередно продеваем в каждую последнюю петлю. После того, как все петельки будут собраны, затягиваем рабочую нить и прячем ее на внутренней стороне шапочки. Оставшуюся нить в начале вязания обкручиваем вокруг соседних петель и прячем на изнаночной стороне, так чтобы хвостик не был заметен. Можно завязать небольшой узелок или подшить обычными нитками для шитья. Вот так очень легко и просто. Маленькая шапочка готова! Привязание шапки с отворотом для более высокой макушки убавки все время делаем через каждые 3 петли до тех пор, пока их не останется 7 или 8. Оставшиеся петли собираем на ниточку, затягиваем и прячем ее на изнаночной стороне, как в предыдущем варианте. Для того, чтобы сделать бубон, разрезаем по центру несколько петель пряжи, чтобы получилась небольшая ниточка. Теперь просто перевязываем макушку шапки. Завязываем ниточку на узелок, а концы прячем на изнаночной стороне. Чтобы хвостики не распустились, на изнаночной стороне завязываем еще один узелок. Все, вторая шапочка готова! Вам только остается выбирать, какой из вариантов вам больше нравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. И обязательно присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в инстаграм. Пока-пока!